Ты занимаешься сейчас по-прежнему детским КВНом? Или же по-прежнему? Нет, это Российская Юниор Либия. Другой формат. Ты мыслейков для детей? Нет, наверное, я больше... Мыслейков для нас. Айдар. Айдар. Айдар, да. Ну или как-то там, Шпиньков. Редактор. Редактор, да. Это в большей степени. Но детский КВН другой, ты же понимаешь? Не детский. Нет, он не такой, как взрослый. Я взрослый, это не очень знаю. Это ты играл, а я с тобой пообщался и понял. Вот это, наверное. Вон там, вон там. Это с шарфиком седой. Примерно так, наверное, ты. Это все, чем ты занимаешься? Ты там пишешь книги, ведешь блог. Нет, ничего этого не делаю. Семью ты говорил? Нет. КВН. Нет, не КВН. Там своя семья, своя история, своя жизнь. Нет, нет, ничего этого нет. Ни блогов, ни каких-то потусторонних вещей. Так, все, корпоратив, мы же все. Ты сейчас описал, описал полностью? Вы, да. Ты полностью описал сейчас картину человека, которому нужно начать заниматься в стендапе. Нет семьи, все время общается с теми, кто младше него. Это очень хорошо. Это один из стереотипов стендапа. Человек, который должен быть и сказать, здрасьте, у меня нет семьи, это обязательно. У меня нет семьи, и вот почему. У меня должно быть с кем-то поговорить. Это первый стендап, да, у человека. У меня нет семьи, поэтому вот она вот так вот. А, здрасьте, спасибо вам, что пришли. Да, это важно, потому что человеку хочется с кем поговорить. Хорошо, а ты? У тебя есть семьи? Нет семьи. Нет семьи. Вы поняли, да, почему? Почему он занимается стендапом? И если вы считаете, что нам стоит попробовать с Ренатом организовать семью, то напишите об этом комментарии. Теперь вы поняли, почему он занимается стендапом и выступает для своих в подвале? Да. Потому что там можно закрыть себя, да? Потому что в закрытиях они не выходили и делали вид, что они твоя семья. Ну, что я тебе могу сказать? Это круто то, что ты делаешь, если ты интересуешься стендапом. Книжка. Да, ты нормально. Твоя. Моя книжка. Реклама. Тебе нужно либо меня поймать и чтобы я тебе ее подарил, потому что ты для меня многое сделал. Ничего не сделал. Ну, хорошо, да, многое сделал. Ренатрин тренировал меня при подготовке к Comedy батлу, тренировал меня, давал мне упражнения и прочее. Которые мне давали из Comedy Production. И человек, который говорил, что я смешной. Я и сейчас это скажу, ты смешной. Ты говорил убедительно, насколько я в это поверил тогда. Ты смешной. Вот так я говорил, это было 10 лет назад. Причем, когда я подходил, дергал. Смешной. Но сейчас мне больше нравится, что он сценарист. Не просто человек, который веселит, а человек, который написал две книги, а еще и в то же время... Это две книги про юмор. А есть две книги, которые полнометражные триллеры. Скажи, об этом мало знаешь. Я в Инстаграм захватываю. В Инстаграм это бутылочное горлышко, и океан в него нельзя залить. И ты видишь, что он через замочную... Да, на Ютубе можно больше сказать. Я там книги, знаешь, просто листа перелистываю. И так 20 страниц. Тогда в случае, после, когда человек посмотрел это видео, он не скажет, что книга лучше. Ну наконец. А все равно продолжает писать как КВ-чик. Нет, это просто шутка из интернета. Блин, еще и воровать как КВ-чик. Нет. Воровать. Я обожаю рассказывать шутки. А, это... Я согласен. Мы же часто же берем, рассказываем анекдоты, которые кто-то до нас рассказывал, да? Да. И то же самое мы можем делать с шутками. Примерно так и живет бизнес Петрося. Есть разница, когда я говорю, что смотрите, как я смешно импровизирую. И когда я говорю шутку и говорю, что это... Ладно, все это теория. Это то, что ты хочешь. Да, да, я хочу теорию. Если серьезно, вполне возможно, что тебе нужно эта книжка. Потому что там будет медленно по порядку... Каждый из вас задумывался, как начать нравиться людям. Как стать желанным собеседником? Как вызывать смех у людей, куда бы вы ни шли? Но где конкретное указание к действию? Где упражнения и схемы? Академия комедии Алексея Ярцева представляет. Десятинедельная онлайн-разминка. Десять недель вы будете развивать вашу эрудицию, гибкость речи, подачу и чувство юмора. Не отрываясь от своих привычных дел. Пройдите по ссылке в описании и начните онлайн-разминку чувства юмора уже сегодня. Ты смешной.